Всем привет! С вами программа «Внимание! Конкурс». В феврале мы изучаем мужские профессии. Наш конкурс так и называется «Мужское дело». Говорят, мужчины – лучшие повара, но смею предположить, что и пекари из них первоклассные. Итак, сегодня мы познакомимся с профессией пекаря. Для этого мы отправимся непосредственно туда, где пекут хлеб, и пообщаемся с людьми, знающими в этом деле толк. Мой собеседник Николай Александрович Васюков. Профессия пекарь – это, наверное, самая древняя профессия вообще на Земле. Та, которая, в общем-то, несет прежде всего, наверное, добро людям. Во многих местах, там, где удалось мне побывать, в нашей стране, на многих предприятиях профильных, ведущий пекарь – это мужчины, и, хочу сказать, мужчины уже те, которые на предприятиях прорабатывают, там, 20-30 лет, то есть мужчины с достаточно большим жизненным и, в общем-то, достаточно большим производственным опытом. Старший опыт в этом деле, конечно, очень важны, но самый главный секрет – хороший хлеб можно испечь только с любовью. Любовь – это дается, наверное, большим потом, потому что мы начинаем еще тогда, когда основная масса наших жителей города еще спят, вот, рано-рано утром. Сама по себе профессия пекаря, она очень интересна тем, что человек работает с живым организмом. То есть что такое хлеб? Это, в конце концов, дрожжи, грубо говоря, закваска, вот, а это постоянно растет. То есть человек в своей работе постоянно сталкивается с чем-то новым. И от того, какого типа хлеб, всегда бывает и наше настроение. Если чуть-чуть уже он какой-то, ну… Ну, свежий хлеб всегда лучше. Да, всегда приподнимает настроение. Хлеб – голова. Ну, а в профессии пекарей я считаю, что мужчина, наверное, голова. После такого подробного теоретического вступления переходим непосредственно к практике. Знакомимся с пекарем Дмитрием Поповым. Рабочий день у человека, который выпекает для нас хлеб, начинается в 5 часов утра. У вас замечательная профессия пекаря. Расскажите нам, с чего начинается ваш рабочий день? Рабочий день у меня начинается в 5 утра. Я прихожу на работу. Первым делом замешиваю тесто. Рабочий день начинается вот отсюда. Это тестомес. Тут замешивается тесто. После, как тесто замешалось, она идет на формировку. Это формочки для хлеба. Тут она раскладывается по граммам. После чего… Это в каждую формочку вы должны разложить все? Через весы и в каждую формочку ложится определенное количество теста. Сейчас вы его раскладываете? Да. Потом он попадает в ростойку, да. А потом уже выпекать. И сколько должен весть каждый хлеб? Большая буханка 700 грамм. Маленькая 400. И какой это будет хлеб? Рассказовский? Рассказовский столовый. То есть он белый получит? Нет, он получается серый. А белый как получается? Другая мука какая-то? Тут мука идет в первый сорт и высший, а в белом только высший сорт. А вот из этого теста вы можете нам какую-нибудь булочку слепить? Нет. Это тесто… Не подойдет? Нет. Это тесто именно для хлеба. Эта продукция переходит в росточный шкаф. Вот он. Там определенные температуры и влажность. Тут находится продукция, тут она растаивается, после чего мы ее определяем в печь. И это уже большая конвертная печь. И она сейчас получается работает, да? Работать можно она будет. Так. Туда загоняется шпилька с хлебом, и он выпекается. А, то есть целиком в этой форме? Сколько лет вы в данной профессии? Ну, я не очень много. Два года. Ну, а до этого, естественно, учились на повара, да? Или как, на кондитера, или на пекаря? На пекаря, именно на пекаря. Ясно. Какие вообще вы можете назвать ваши особенности там, ваши профессии? Ну, особенности, я не знаю. Просто нужно подходить к тесту, а на тесто такое, как живой человек. Если у тебя плохое настроение, нет желания работать, лучше к нему вообще не подходить. Потому что без этого ничего хорошего не получится. И у меня, и у моего собеседника настроение сегодня выдалось хорошим. Самым подходящим для работы с выпечкой. Доступ к тесту разрешен. Какую мы сейчас с вами булочку слепим? Сейчас сделаем пирожок с капустой. А как вот у повара называют их поварята, да? Бегают, помогают. А у пекаря? Пекаря-то? Пекарек. Так, у вас тоже, я смотрю, весы, тоже каждый пирожок должен быть на грамм. Разминаем. Мой потом не допустят до продажи. До круглой формы примерно? Да, да. Так будет удобнее. Так, а вот руки с таким, видишь, с каждым тестом, как там свое должно быть? Руки там, сырые, сухие или в муке наоборот? Нет, там, в принципе, это тесто. Ну, лучше, конечно, сухие. Так, берем и добавляем капусту. А как же он потом такой ровный должен получиться? А вот именно, когда вот ставишь в расточный шкаф, он подымается и... То есть, получается, его сейчас заворачиваем, а потом в этот шкаф? Да. Ух ты. Как это получается, равиоли или пельмешки? Ну, я не знаю. Ой, почти закрылся. Немножко его формируем, чтобы он был похож на пирожок. Какой-то у меня больной пирожок. Ой. Мой первый пирожок с капустой. Ничего, он потом поднимется, будет ровный. И так каждый вам нужен, с какой скоростью вы это все делаете? Это же вам нужно успеть. Ну, привычка входит. Сколько у вас вообще примерно вот там муки уходит за целый день? Вот с какой вы работаете? Ну, где-то килограмм четыреста. Четыреста килограмм. И каждую нужно просеять, и каждую... Да, да, еще слепить. А вот это уже все вам привозит готовое, получается? Нет, мы сами все делаем. То есть и капусту сами еще делаем? Да, жарим, все, шинкуем, жарим. То есть вы, получается, повар-пекарь? Ну, да, 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 да. Ясно, спасибо. Все-таки пирожок получился хороший. Просто ко всему нужно относиться с любовью. И все у вас обязательно получится. А если вы хотите поделиться с нами своей профессией, и может чему-то нас научить, тогда звоните по телефону 22 5 42. И вы обязательно примете участие в нашей программе. Ждем вас. АПЛОДИСМЕНТЫ